Бизнесу в удаленных районах Сахалина доступны новые цифровые возможности. Об этом рассказал федеральный спутниковый оператор РТКОМ на встрече с сахалинскими компаниями. Провайдер презентовал услугу Ходспо для широкополосного доступа в интернет с использованием Wi-Fi. Этот сервис обеспечит качественный сигнал и безопасную среду для работы и общения в труднодоступной местности. На Дальнем Востоке услуга особенно востребована у предприятий, добывающей рыбопромышленной, строительной и туристической отраслей. Только за прошлый год число пользователей Ходспо в нашем федеральном округе увеличилось на треть. Менялась жизнь до и после момент появления у них спутникового широкополосного доступа в интернет. Ведь действительно в труднодоступные регионы или регионы, в которых раньше, чтобы обеспечить связь не телефонную, нужно было несколько сотен километров куда-то перенеститься, чтобы сделать все то, что в крупных городах является каким-то обыденным делом. С услугой Ходспо добывающие компании не только решат проблему отсутствия связи, но и значительно улучшат условия труда и пребывания персонала на производственных площадках и в актовых поселках. Точки доступа Ходспо на морских судах обеспечат связью экипаж и пассажиров на всем протяжении маршрута. Сервис также актуальный для домов отдыха и глэмпингов в труднодоступных и живописных уголках острова. Для того, чтобы на территории заказчика появилась услуга Ходспо от нашей компании, необходимо, чтобы заказчик извеял о своем желании. Дальше мы совместно с заказчиком прорабатываем индивидуальное техническое решение. От заказчика требуется только предоставить место, куда мы размещаем наше оборудование и подключение к электричеству. А все остальные затраты на организацию, монтаж, логистику и на техническое эксплуатационное обслуживание мы берем на себя. РТКОМ предоставляет абонентам Ходспо, единые по всей России тарифы на пакеты трафика от 610 рублей в месяц. Узнать подробности и оставить заявку на подключение можно по телефону или на сайте, указанном на экране. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова